Лучшее в стране Мы сегодня будем говорить и об образовании, и о географии в целом. И нужно начать с того, что география касается каждого жителя Земли. Не только её в формате оценка предмет изучает. Конечно, предмет в школе. Предмет в школе, учу географию для школы. Добрый день, ещё раз спасибо, что пригласили. Очень рада подчаствовать в вашей программе. Вы действительно правы. География вокруг нас, география на нас. Географию мы едим, географию мы смотрим. Всё вокруг нас — это география. География — это энциклопедия знаний. Нельзя понять географию, если ты не знаешь физику, математику, химию. Но без неё и жить нельзя. Потому что малейшее движение, которое мы делаем в природе, в обществе, может привести к катастрофическим последствиям, а может, наоборот, способствовать тому, что нам будет лучше жить, что будет на благо нам. Поэтому нельзя к географии относиться просто на предмет, к которому мы привыкли, что это описание страны, это какая-то сухая характеристика. Контурные карты. Да, да. География — это намного шире. И, к сожалению, в нашей стране ей выделяется очень мало внимания. Но надеемся, что будут какие-то серьёзные изменения. Что касается, например, передовых наук, как считается, да, может быть, информатика, связанная с компьютером дисциплины, они, наверное, ну, люди, которые заканчивают школу, стремятся в этом себе находить. Да, география. Насколько популярна среди молодёжи, среди школьников? Да, к сожалению, не очень. Да, да. Нельзя сказать, чтобы на географический факультет МГУ просто вот стояла очередь. Но, правда, в моё время, когда я поступала, это было в 80-е годы, у нас было 5-6 человек на место. Вот. Но сейчас резко упала заинтересованность. Ну, тогда у нас был факультет зарубежной географии, так, капиталистических, старосноциалистических, понятно, что хотели все вы их. Сейчас, наверное, это география туризма, которая вот в основном пользуется спросом таким, где география востребована. На самом деле, в нашей стране география относится, как я уже сказала, плохо. И даже в Соединённых Штатах, условно говоря, то, что у нас называется домоуправления, там обязательно будет географ. Потому что даже тропинка, по которой ходят люди, это выстраивает географ и прокладывает потом асфальт. То есть в управляющей компании должен быть свой географ. Географ. Там очень редко встретите сферу, где нет географов. Почему? Потому что география — это прежде всего территория, это пространство, это люди, да? И поэтому для того, что если мы хотим что-то сделать лучше людям, мы должны понять, как оно устроено, это пространство. К сожалению, у нас, вот у меня рядом с дачей, прямо в пойме реки построили огромный коттеджный посёлок. И удивляется, почему его никто не покупает. Потому что там в определённое время года в подвале вода. И люди прекрасно понимают, что в пойме вообще делать было ничего, за её трогать нельзя. Но незнание географии, отсутствие специалистов в этих областях приводит, к сожалению. Я вам даже могу сказать, что создать магазин какой-то где-то, открыть — это тоже география. И этим у нас новые направления географии есть, когда из космоса смотрят основные потоки населения, где они проходят и где можно построить этот магазин. Здорово. И тоже этим занимается географ. Люди, которые заканчивают школу и думают, не выбрать ли мне специальности географа. Почему они, что привлекательного в этом? Ну, кроме романтики, что ты можешь посмотреть весь мир? Ну, география, да, это романтика. К сожалению. Только единственное, что привлекает, это романтика. Никто не понимает, что... Знаете, раньше была передача об ЭВГД, и там была прекрасная песня «Простая и чудесная наука география». Никто не знает, что надо знать физику, надо знать химию. Биологию. Ну, биологию, да, потому что... И на первом курсе университета вы учите весь год именно эти предметы, потому что без них понять географию, процессы понять очень сложно. Но на самом деле, когда вы едете на машине, смотрите в окно, и читаете рельеф, и понимаете, почему здесь именно так, почему по дороге у вас в одних местах дома построены близко сюда, да, ну, я имею в виду старая застройка, да, и сюда выходят окна, а у других отнесено дальше, и у тебя впереди какой-то твой участок, да, и почему эти дома строятся из кирпича, а там они строятся там из дерева. И ты читаешь эту территорию, ты понимаешь, и ты понимаешь людей, с которыми ты будешь говорить, ты поймешь их интересы. Лора Александровна, когда в школе нас будут учить читать ландшафт? Ну, мы никогда, это очень сложно. Для этого надо, ну, с одной стороны... двора школьного ландшафта, что-нибудь такое, ну, что-то будет меняться. Ну, вы знаете, к сожалению, в пятом классе мы изучаем школьный двор, да, но в рамках того, что мы просто делаем карту, вот, наверное, все вы проходили. А вот так вот выйти на улицу... С классом. Поговорить с людьми, провести исследования, это только мы сейчас начинаем. В школах или уже в университете? В школах, в школах. Это теперь вот исследовательский метод, проектный метод, они позволяют реализовать. Другой вопрос, что еще не хватает, ну, наверное, средств для этого, потому что нужны иногда химические приборы для того, чтобы там изучить снежный покров, допустим, там, или почвы. Этого еще не хватает, но уже есть первые шаги. Что касается литературы школьной, насколько она вот современным требованиям соответствует, или что-то здесь еще может быть модернизировать? Ну, вот школьная литература, прежде всего, вы, наверное, имеете в виду учебник, да? Да, конечно. Учебник, он достаточно сухой, он написан по классической науке. И те элементы, которые вводятся там по населению, особенностям населения, там, или по каким-то обычаям, там, немного по промышленности, этого недостаточно, явно недостаточно. Потом учебник имеет ограничения по санпину, по объему. Вот, много экспертиз, которые мы проходим, и научную, и педагогическую, тоже должны отразить основы науки. А это все остается за рамками учебника, это, конечно, учитель. То есть сейчас, чтобы привлечь ребенка, вот вы как раз меня опередили, авторитет учителя, его заряд, это основополагающее, это первое место, да? Это первое место. Второе место, наверное, все-таки это родители, потому что дети сейчас очень много ездят, к нашему счастью. Да, вот, кстати, вот, надо сказать, путешествия же стали... Да, открываются. Ну, вот, все мои... Я много работала в школе лет, и ребенка спрашивала, что ты отдыхал, что ты видел? Да, вот, ну, Египет был один период. А там какая, флора и фауна? Да, флора и фауна, это да. Там прекрасное море. Но зато там есть еще пирамиды, там есть еще и другие культурные объекты, которые не выезжают. Но вот это вы правильно сказали, и культура, и фауна позволяют все-таки ребенку, когда он читает страницы учебника, понять и представить, да? Хотя бы представить, а дальше уже эти цепочки строить легче. Вот, но хотелось бы, конечно, чтобы школа дала больше знаний, когда ребенок едет в какую-то страну, чтобы он понимал, куда он едет. Не только какая природа и что там, но и какая там культура, какие там люди, как с этими людьми, и что они ценят. Вот это очень важно. И тогда мы сможем вот этого, как сказать, человека мира воспитать. Сейчас нельзя говорить, мы не закрытая страна, мы должны воспитать человека мира, который открыто смотрит на мир и не боится показать себя. Значит, мы понимаем, что по сампину учебник весит определенное количество граммов, больше нельзя, потому что ребенок, так сказать, много учебников. Меры, да, встает. Ну, а что касается интернета, есть ли возможность делать какие-то сайты, чтобы дети там дополнительную информацию брали, и вот специальные сайты для образования? Ну, вы знаете, у нас много сейчас специальных сайтов, это и русского географического общества, это и музеи, которые мы, сайты музеев используем, и объектов всемирного культурного наследия, все это есть. Но этого явно недостаточно. Еще и этого недостаточно. И этого недостаточно, потому что там ребенок опять читает, опять повторюсь, учитель. Не хватает практики, в общем. Слово учителя, нет, слово учителя, да, на момент слово учителя, да, оно должно зажечь ребенка, чтобы он захотел увидеть больше. А второе, это, конечно, экскурсионная деятельность. Вы правы, практика, и в данном случае не практика, а экскурсионная деятельность, что учитель с детьми должен куда-то выезжать и рассказывать им. Не родитель просто показал, экскурсовод рассказал, а рассказать эту географическую. А почему она здесь возникла? Давайте вспомним историю, да, и свяжем это с тем, что есть по географии. Здесь это очень большая работа. Мне кажется, еще это важно делать не ради оценки, а вот именно зажечь и объяснить, вот с чего вы начали. Что география повсюду. Оценка это, ну, наверное, для школы, чтобы была успеваемость. Может быть, для каких-то родителей, которые это очень хотят. А это вообще для развития человека, для его становления. И каким он будет в будущем, это очень важно. Значит, мы не забываем, есть у нас информация, что очень скоро будет 100-летие институтом географии Российской Академии Наук. Да. Вот. И учителя там будут выступать? Что-то, может быть, расскажут какие-то передовые? Я хотела бы немножко на этом остановиться. 100 лет института географии. Я уже говорила, что сейчас мало внимания география уделяется. А 100 лет назад география была очень важной наукой. Да, и создан целый институт. 100 лет его никто не расформировал. На это мероприятие приедут величайшие учёные в области географии мира. И будет 4 дня. Это вот праздник географии. Праздник души, что называется. Но очень важно, что в один день, 6 июня... С 4 по 6 июня. Да, 4 по 6 июня. Всё состоится? Всё состоится. Но 6 июня весь день будет посвящён географическому образованию. Специально приедет президент Международного географического союза. И будет выступать с докладом об особенности географического образования в мире. В этот день мы пригласили всех учителей, мы пригласили методистов, мы пригласили авторов учебников нашей корпорации, да, и из различных регионов представителей, для того, чтобы они увидели и услышали, как развивается мировая географическая наука. Чем сейчас живёт наука. Чем она живёт, да, потому что там будет целая сессия, на которой будут выступать всё-таки представители разных стран и рассказывать о том, в чём особенности их географии, в чём особенности их преподавания. А из опыта посвящения предыдущих международных географических мероприятий, они не рассказывают, не выступают с долгими какими-то там, как у нас принято, докладами, да, научными. Они дают практику, они рассказывают на примерах, что вообще они делают. Здорово. Друзья, а что они делают, мы узнаем очень скоро. Оставайтесь с компанией Страны ФМ. Дорогие друзья, мы вернулись в студии Роман Шахов и Лиза Калинина. Хочу напомнить, что сегодня мы говорим о географии. В гостях у нас сегодня директор Центра географии и картографии корпорации «Российский учебник» Лора Александровна Царёва. Мы продолжаем, говорим об образовании, и главная наша, наверное, цель — это узнать, как в школе преподают эту географию, насколько дети включены в этот процесс познания мира. И что можно сделать ещё лучше в этом процессе. Нужно использовать, чтобы помочь в этом. Вот смотрите, сейчас очень развиты цифровые технологии в разных проявлениях. И вроде как, ну что я слышу, я обыватель, в школах постоянно вот эта модернизация идёт. И такие доски, электронные дневники и так далее. Проекторы и прочее. Да, всё что угодно. В принципе, как я понимаю, география, изучение географии — это может помочь. Очень. И навигаторы, и карты теперь какие хочешь. Вот как это применяется? Ну, вы знаете, нельзя сказать, что это применяют только передовые учителя. Это действительно стало очень широко. Другой вопрос. Насколько обучен учитель этому? Понятно. Потому что преобладает традиционный урок. Этот урок, который нетрадиционный, с планшетами, как вы говорите, с досками, со всеми этими электронными картами, его надо писать по-другому, и на это время немножко побольше надо. Но, тем не менее, у нас количество учителей, которые заходят к нам на сайт, которые используют электронные учебники, которые наши электронные ресурсы корпорации «Российский учебник» используют, их становится всё больше и больше. И те вебинары, и те мероприятия, которые мы проводим, говорят о том, что учителя больше интересуются как раз этой областью. В вузах не всегда хорошо этому учат, в педагогических вузах. На это отводится небольшое количество часов, которого для школы недостаточно. Учителю не хватает, вернее, он не успевает за тем ритмом, как быстро всё это развивается. Дети, да, дети порой знают больше, чем знает учитель. Дети быстрее овладевают этой технологией, быстрее знают, где что найти. Учителю приходится порой учиться у учеников. Но вот в этом-то союзе, и все последние документы, и все направления образования говорят о том, что учитель, он навигатор, он говорит ребёнку, куда ты должен пойти, а ребёнок должен выбрать этот путь и достичь той цели, которую он ставит. Поэтому дети-то как раз очень хорошо используют это всё. Я ещё раз повторю, что бывает со стороны учителя проблема. Но различные курсы, повышение квалификации, выездные, все эти мероприятия, они, конечно, способствуют. Вебинары у вас, они на постоянной основе? Да, на постоянной. А у нас объявляется на всю страну, что будет проводиться вебинар на такую-то тему. Учителя записываются. У нас по 600-700 человек приходят на вебинары. И даже это бывает и во время, когда идёт учебный процесс. Ну, по разным часам и поясам это всё происходит. Очень активно идёт обмен между выступающими учителями. Потому что вопросов возникает всегда очень много. Ну и плюс у нас добавляется в корпорации сейчас так называемый курс повышения квалификации, да? Который как раз направлен на ликвидацию тех пробелов, которых учителям не хватает. Вы знаете, успех очень большой. Иностранный опыт людей, которые практики вы как-то используете для наших российских преподавателей? Да. Мы как вот издатели, мы очень стараемся это всё внедрить, да? И реализовать это. Вот недавно, как вчера, к нам приходила очень интересная организация, которая нам показала новые возможности электронного учебника, да? Вы знаете, даже мне было интересно. Вот насколько было интересно. И я много видела... Что же там такое-то? Да, вот что там. Вообще, что поразило вас в иностранном опыте? Вот как преподают географию ваши коллеги? Как они преподносят материал? Может, вообще в системе целом образования? Нет, у них система образования другая. Совсем другая. Да. У нас мы идём за классической географией. Просто вот мы стараемся передать ученику основы географических знаний. Они достаточно сухие, да? Сделали академические такие, ограниченные. А у них построен предмет так, что мы изучаем всё, что вокруг нас в практической деятельности. Вот из Латинской Америки приезжали преподаватели. У них очень много таких небольших каких-то элементов, но они на уроке используются. Они в классе мало сидят. Они в основном на улице. Они изучают старые кварталы. Почему они здесь возникли? Как они жили раньше, люди? Как было в это время, что было развито? Они идут в новый. Как это совмещается? Что надо сделать, чтобы этот разрыв там уменьшить? Ну, география без истории. Ну, конечно, нет, но интересно. Без отрыва, конечно, да? Вот, Великий сказал, кто не знает географию и историю своего края, не может быть интеллигентным человеком. Поэтому уж что мы тут. Интересный опыт в Германии. Они классический урок совмещают с огромной исследовательской деятельностью. У них ученики постоянно в исследовательской деятельности изучают вопросы географии. Нужна какая-то база, видимо, для того, чтобы материально... Ну, конечно, конечно, это очень серьезно. У них и другие обеспечения в классах. И класс построен по-другому. Вообще, за границей класса они такие достаточно мобильные. Это у нас там парты, да? Мы сейчас только вводим, чтобы этот класс можно было переставить парты и что-то так поменять урок. А там компьютеризация. Мы вот сколько разговаривали с представителями Китая. Я сама была в Корее, в Южной Корее на учебе. Меня школа вообще просто поразила. Уникальная школа. Ну, дети там учатся с 6 часов утра, и там библиотека закрывается с половины второго ночи. И у них нет учебников таких, как вот у нас. У них библиотека, она вся электронная. И дети учатся в деятельности. Учитель просто направляет их работу. Вот к чему мы сейчас стремимся. Но у них и классы другие. У них компьютеризация другая. У них есть классы, где они могут выходить в другие страны мира и проводить семинары, конференции. У них есть классы, где они могут самостоятельно учиться в то время, когда им хочется. А мы же отправляем ребенка домой, да, даем ему задание, и ты выполни. А я тебе оценку. А я тебя оценю, да. А родитель там дома стоит на ушах. Дети и родители, мы вернемся. Оставайтесь в компании Страны.ФМ. Сейчас небольшая пауза. Лучшее в стране. Дорогие друзья, кандидат педагогических наук, директор Центра географии и картографии корпорации «Российский учебник», заместитель главного редактора теоретического и научно-методического журнала «География в школе» Лора Александровна Царева. В гостях у Страны.ФМ мы продолжаем общаться. Да, мы остановились на том, что сейчас очень много технологий, блестящих приложений, которые интересны даже людям, скажем так, около географии, которые находятся, кто любит путешествовать, занимается туризмом и так далее. Это можно и применять и в школах, да, в принципе. И многие говорят, что это вредно, что дети сидят за компьютером и так далее, но это ведь такой шаг вперед огромный, да, если ребенок уже с малых лет будет знать в 3D-варианте, какая наша земля, как минимум, и все такое прочее. Вот здесь же можно использовать положительную сторону. Ну, вредно-невредно есть нормы СанПина, которые ограничивают, к сожалению, да, но мы говорим о том, что техника все время совершенствуется, и мы сами весь день сидим за компьютером. Ну да. Вот. Другое дело, что компьютер может далеко ребенка увезти от той темы, которая ему близка. Близка, да. Вот, поэтому задача-то, наверное, всех, и наши корпорации в том числе, обеспечить учебный процесс настолько, чтобы ребенок брал готовое или шел по той линейке, которую мы ему проложим, да, что достоверно, что правильно, что проверено. Вот. А что касается учебы самой, вы знаете, тут большая роль, кроме учителя, еще и у родителей. Если родитель правильно настроит своего ребенка и научит, что интернет — это не место, где ты можешь развлекаться, а это тебе источник знаний, это твой помощник, который будет тебе потом по жизни помощник, то это очень большой плюс для ребенка. Лора Александровна, а есть какая-нибудь литература для дошкольников, может быть, вот, что, если они увлекаются географией, или, может быть, развлекающие, вот в этом плане как-то вы... Очень много. Вы знаете, у меня вот внучке 4 года, и у меня дома и Африка, и всякие там складываемые из кубиков, из квадратиков, и очень много о животном растительном мире разных стран. Вот, и книжки есть очень много. Другое дело, что, еще раз повторяю, если родители не воспитывали любви к географии, то... Простите. Понятно. Важно вот что. Можно ли... Вопрос от современных детей, от современных родителей, как зарабатывать, имея географическое образование? Можно ли сейчас? Можно ли, да, в этом мире. Можно туризмом. Туризм, отлично. А можно еще и... Ну, давайте возьмем фермера. Например. Да. Ну, конечно, это классно. Если ты имеешь географических знаний, я вам уже сказала, мы распашем пойму и вырастим там. Если ты не знаешь, что такое твоя почва, как она формируется, какие условия ее, да, насколько ты можешь ее копать, а то там, если у нее гумусовый горизонт всего составляет 4 сантиметра, ты на весь черенок лопаты. Если ты не знаешь, что такое севообороты и вообще... Если ты не имеешь основ географических знаний, то твоя вся фермерская деятельность пойдет только в убыток. Как можно зарабатывать еще другое, можно привести пример. Я экономика географа СССР. Я экономист, но размещенец, да. Можно иметь несколько точек, где построить завод. Но только экономика географ рассчитает вам, где получить... Эффективный результат. Да, большую прибыль при наименьших затратах, да. Ну, мест приложения, на самом деле, ну, я вам уже приводила примеры дома управления. Ну, да. Если ты правильно умеешь читать, как я вам сказала, уже, куда движется общество, как вообще, какие процессы происходят, ты и правильно организуешь свое социальное оборудование. Ну, я так понимаю, что общество сейчас движется по направлению к большим городам, села пустеют, вот эта тенденция, наверное, продолжается по-прежнему. Ну, я вам могу сказать, что в Московской области, конечно, села-то у нас не пустеют. У нас туда уезжают разумные люди жить из города, да, а в Москву приезжают работать. В миграционные потоки, конечно, не изменишь. Люди едут туда, где есть заработок. Но, тем не менее, еще несколько лет назад я летела из Читы в Москву и была просто поражена, насколько, ну, остановилась промышленность. Сейчас нельзя этого сказать, вот откровенно скажу. И даже мы недавно проводили экспертизу наших карт и атласов в Русском географическом обществе и очень боялись, что что же будет на картах показано. А оказалось, нет, изменилась, очень изменилась география промышленности, изменилась отраслевая, изменилась сельскохозяйственная география. И поэтому я не могу сказать, что этот поток вот сильно растет. Да, растет поток с Дальнего Востока, и то какие-то определенные города, где что-то развито. Давайте еще раз напомним, с 4 по 6 июня в Москве состоится конференция Международного географического союза «Практическая география и вызовы XXI века». Вот для кого это? Кто может присоединиться? Кто там будет выступать? Вот еще подробности нужны. Ну, в этом году очень удивительно, ну, для меня лично, потому что вот в предыдущем мероприятии, которое проходило в Москве несколько лет назад, там были и политическая география, там были такие дебаты, там было и про промышленность, и там было очень много вопросов, и много было острых таких вот сессий, на которые народ очень хотел попасть. В этом году почему-то основное внимание уделяют климату. И, видимо, вот это вот, две позиции климата у нас, потепление или похолодание, те процессы, которые происходят, где-то наводнение, где-то землетрясение, где-то еще что-то, где-то засухи, они участились. Изменение климата. Это очень сильно изменилось. И, видимо, это стало острой проблемой, потому что с этим надо как-то бороться, с этим надо что-то, принимать какие-то решения, что может сделать человечество. Нельзя сказать, что мы должны там оградить промышленность и не развиваться никак. Вопросы стоят о том, как остановить и как сохранить, и что можно вообще сделать. И приезжает большое количество людей, которые будут выступать именно на эту тему. Из 40 стран. Приедут ученые рассказывать о проблемах. Второе направление – это экономика. Экономика, основные направления, куда двигаться, что делать. Это глобализация или это более мелкие какие-то предприятия. Мы же хорошо помним историю, когда у нас были крупные, огромные промышленные центры. Сейчас мы переходим к более мелким мобильным каким-то заводам, которые быстро меняют свою специализацию и свою деятельность. Этому внимания будет тоже уделено очень много. Но и социально-экономический аспект, конечно, их не пройти. Вопрос Крыма, конечно, очень из-за этого части ученых мира не смогли приехать, потому что дискуссионный вопрос и позиции стран. Но, тем не менее, все-таки 40 стран мира – это показатель. Я так понимаю, что все-таки это мероприятие для профессионалов, и просто обыватели, интересующиеся люди не могут войти. А будет ли, например, трансляция каких-то в интернете встреч, мероприятий? В интернете будет трансляция корпорации «Российский учебник» этого географического образования. И она будет трансляться. Вы знаете, это в основном больше связано, конечно, с профессиональной деятельностью. Где транслируете? YouTube, Instagram? Что у вас? Какой ресурс? Нет, это я вам не могу сказать. Я знаю точно... А мы узнаем, мы скоро подскажем. Да, вот. Значит, я знаю точно, что в регионах будет идти по каналам образовательным. Вот. Это первое. Второе. Если учитель не услышит сам, что говорит мировой ученый, его точку зрения. Знаете, всегда плохо, когда идет второе, третье уже. Всегда лучше самому услышать. Из первых источников, да. Из первых источников. Поэтому для нас очень важно, чтобы как можно больше учителей присоединиться. Но здесь один есть такой немножко отрицательный нюанс, потому что 6-го числа, 6-го июня дети пишут экзамены. Отмечают день рождения Пушкина. Да, да. И поэтому у нас очень большая часть учителей не смогут приехать непосредственно. Запись будет, может быть, этого? Для них. Будет и запись, которая будет по регионам рассылаться, но будет и прямая трансляция. Мы очень надеемся, что в те часа, где часовые пояса, они смогут присоединиться напрямую слушать, издавать вопросы. Это что очень важно. Очень важно. Вы географию знаете прекрасно. Расскажите нам, где в нашей чудесной стране летом вы бы порекомендовали отдыхать. Какие места? Любимые. Вам нравится. Страна и форекс. И почему, да. Здесь дело даже не в знании географии, наверное, да? У каждого свои могут быть интересы. Я безумно люблю Калининград и всю ту территорию, которая связана с ней. Я люблю Алтай. Я люблю Дальний Восток. Но, как это ни странно, но Крым. Конечно. Это была боль, когда Крым отняли. Потому что, ну, вообще, Украина и Крым — это любыми места были нашего препровождения. Частичка Крыма у нас здесь есть. Лиза Калинина, Крымское солнышко. Крым-Севастополь — это просто город песни. Город песни. Видите, какие там хорошие люди рождаются. Да, да. Веселые. Да. Скажите, пожалуйста, вот тоже сейчас... Вы назвали, кстати, не только хорошие места для путешествий, но ведь, что касается Дальнего Востока, там очень сильные образовательные центры в том числе. Конечно. Да, Дальневосточные институты. Да. Вот какая сейчас тенденция у тех ребят, может быть, студентов, молодых специалистов, которые учатся не в Москве и Петербурге, а вот там, например. Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, Калининград. Вот такие наши центры большие. Что Вы скажете об их уровне преподавания, обучения? Может быть, выделите какие-то центры? Калининград отличается от нас очень сильно. Они, как Вам сказать, ближе к Европе. Другая специфика, да? Да, они вот как раз новые технологии очень быстро воспринимают. И у нас только что проходила Всероссийская конференция там. И, знаете, у них вот эта практикоориентированная география, они свой Калининград и всю свою территорию знают очень хорошо. То есть практическая именно. Они, да, они очень хорошо ее знают. Что касается Дальнего Востока, с учителями очень много общаемся. У них больше тоже вот азиатское направление. Это тоже вот социальное какое-то изучение, больше социальных каких-то аспектов. Но вообще, знаете, можно сказать по-другому. Те территории, которые находятся на приграничье, на них очень большое влияние оказывает близлежащая территория. Почему? Они, вот, например, Чита, там те районы, они больше ездят в Китай. Они хорошо знают не только свою территорию, но и то, что делается там. Они стараются это реализовать у себя. Калининград — это Польша, это Европа. Поэтому они больше воспринимают то, что там. Они быстрее это воспринимают. Глубинные территории, они больше традиционалисты. Но если мы говорим о том, что у нас большая часть школ России — это сельские школы, то сельская школа начинает изучение со своей территории, из окна. У неё география другая. Она занимается ли этим, скажите? Занимается. Именно этим они занимаются. И, кстати, когда вот где-то начало 2000-х годов, конец 90-х, в школах немодно были плакаты, вот это, да, а интернет ещё туда не совсем дошёл, как раз сельские школы оставили себе всё. Да, и они настолько вот это использовали. И сейчас им учиться, когда мы говорим о том, что это исследовательская деятельность на местности должна быть там какая-то практическая, они говорят, да мы это... Только они это по-другому называли. Всё время учатся на улице. У них это проще. Вот, поэтому, как сказать, окружение определяет знания. Как ребёнку проявить любовь к географии? Что вот родителям можно посоветовать? Много на них ссылались, на родителей, я имею в виду, что от них многое зависит. Они смотрят, слушают страну ФМ, думают, ну вот как вот... Знаете, у меня в семье никогда не было географов. Никогда. Но нас родители с братом сажали в машину и возили по всей великой стране. Папой был шестидесятник. Это туризм, это из Гуси. Первое, то есть путешествие. Да, первое, да. И от того, когда мы куда-то едем, мы едем не так вот, что мы едем отдыхать, поваляться на пляже, а мы едем в страну. Надо всё-таки узнать, куда мы едем, прочитать поэт. И ребёнку рассказать, что... Слушай, сын Оль, или доченька, мы с тобой едем в страну, в которой были первые гениальные писатели, поэты. Это страна лириков, страна певцов, или страна великой культуры. А почему это культура, мы с тобой увидим. Вы знаете, вот Пушкин писал свои стихи великие. Да, я приехала, где он жил, со своей няней, ходила по природе. Тишина, покой. Да, вот Псковская область просто великолепна. Там нельзя не писать стихи. Я только хотела сказать, что ты родилась. Нельзя, потому что сама природа тебя к этому... Питает. Да, но это было одно время. А сейчас, если родитель не стимульнёт ребёнка, не скажет ему, что мальчик, милый, вот ты не просто поедешь, а давай мы с тобой познаем. Давай снимем хороший влог и выложим это в интернете. И выложим, и расскажем. И наберём лайки. И потом... А я вот посетил вот это, я узнал вот это, я могу рассказать вот об этом, а потом учитель продолжит на уроке, что, дружок, ты вот был там, вот мы сегодня это изучаем, расскажи. Вот это будет другое совсем. Что это кому-то нужно, да? Да, да, а то, что ты увидел, оно интересно другим, тем, кто, может быть, там не был, и загорится этим. Вот этот, вот знаете, искра. Искра — это самое главное в географии. Вот увидеть, понять, захотеть понять это. Но вы же знаете многих людей. Есть сейчас те молодые люди, у которых глаза горят, и которые в будущем, возможно, станут светилами географии? Вам прямо фамилия? Ну, просто скажите, что есть, нет, сколько их там. Нет, конечно, есть. Те, кто идёт на географический факультет. Они, по правилу, энтузиасты, да? Да, понимаете, особенно те, кто посвящается, ведь закончить географический факультет можно. Со мной тоже много заканчивало, там у нас 200 человек училось, но не все остались в географии. Вопрос не в этом, а вопрос в том, как ты себя нашёл потом в обществе, вот во сколько востребована твоя география. А если ты просто закончил и ушёл, значит, ты просто был случайным. А смысл? Куда уходить? Зачем уходить, если учился? Вы знаете, география, ещё раз повторяю, энциклопедия знаний, это очень широкий круг того, что чем будем мы тебя учить. Тем более, если это Московский государственный университет. Ну да, совсем другая история. Вот это кругозоручие. Они учат мыслить, думать и видеть по-другому. А география учит видеть пространство. И тогда, если у тебя есть знания, ты понимаешь эти процессы, ты их можешь приложить в любой сфере. Не поверьте. Лора Александровна Царёва, директор Центра географии и картографии корпорации «Российский учебник». В гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы хотим напомнить, что с 4 по 6 июня в Москве состоится огромное мероприятие, конференция Международного географического союза, которая называется «Практическая география вызова XXI века». И приурочена она к столетию Института географии РАН. Это мероприятие очень серьёзное. Что интересно, приедут в гости лекторы, учёные со всего света, из 40 стран. 800 человек. 800 человек, да. И транслировать это всё будет и в Ютубе, и в Интернете. Так что можно хоть как-то прикоснуться к прекрасному и великому. Послушайте, знаете, доклады действительно интересны. Во всяком случае, темы и постеры, которые я видела, они очень интересны. Есть, конечно, глубоко научные, но, тем не менее, присоединять друзья будет очень интересно. Вот мы вне эфира поговорили об этом. Я тоже нашей аудитории хочу донести эту мысль. Вот что нам сегодня наш эксперт пропагандирует, что, друзья, везёт тому, кто везёт, кто инициативный. Не ждать у моря погоды, что тебе не дали знаний, тебе не привили любовь к географии. Надо самому как-то... Ну, вообще в жизни надо самому что-то делать и использовать те знания, которые вы получаете в школе. Вот, к сожалению, мы в жизни получаем столько знаний, которые нам... Неприкладные. Кажется, не нужны. Вроде кажется, не нужны. Они выплывают на каком-то другом этапе, да, но не выбрасывать эти знания, не забывать о них, а всегда быть в какой-то готовности, что они тебе понадобятся. А самое главное, знать, куда обратиться и где найти помощников, которые тебе помогут реализовать твою идею. А вы правильно сказали, от того, что я закончила, села и буду что-то там ожидать, ничего не будет. Никто не принесёт тебя на блюдечки. Лора Александровна, несколько советов для учителей, которые преподают географию, может быть, вот сейчас слушают, смотрят «Страну ФМ». Что бы вы посоветовали? Ну, я с учителями встречаюсь по роду работы очень часто. Заряжаюсь их оптимизмом. Я желаю им сохранить этот оптимизм, потому что географ в школе — это тяжело. Прямо скажу. Географию считают неважным предметом, поэтому, друзья, учителя, родные, любимые, оптимизма вам, уверенности в завтрашнем дне. Вот вы отдаётесь полностью, передавая свои знания ученикам, не останавливайтесь. Именно вы — географ, та энциклопедия, которая может помочь ребёнку в жизни определиться. Именно вы — тот человек, который может помочь ребёнку найти себя. Это очень важно. Я желаю вам, чтобы география была востребована, чтобы работа вам доставляла удовольствие, а вам, уважаемые родители, чтобы география была для вас не предметом, который вам трудно сделать, нарисовать эту карту, а чтобы вы своим ребёнком познавали этот мир, изучали его. Это интересно. Да, и поняли, что география — это уникально. Спасибо вам огромное. Спасибо, у нас даже глобус стал веселей крутиться на заставке. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, до свидания.